Здравствуйте! Репортеры национальной телерадиокомпании «Чуваши» и я, Ольга Алексеева, расскажем о самом важном и интересном. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале выпуска о громком уголовном деле. Следственный комитет по Чувашской республике завершил расследование в отношении бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска Чебоксар и старшего следователя Чувашского отдела МВД России на транспорте. По версии следствия, в период с мая по август 2020 года подполковник полиции присвоил более 20 тысяч рублей, которые проходили по одному из уголовных дел в качестве вещественного доказательства и сотовый телефон. Но на этом бывший подполковник не остановился. Он пытался получить деньги за проведение оперативно-розыскных мероприятий, взяв посредники старшего следователя Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте. Днем 23 декабря 2020 года при получении от потерпевшего взятки в сумме 43 тысяч рублей злоумышленник был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности МВД Почувашской республики. В ходе следствия оба обвиняемых признали вину в совершенных преступлениях. По результатам проведения в отношении них служебной проверки, оба бывших сотрудника полиции были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу. В случае, если вина будет доказана, экс-полицейским грозят длительные сроки лишения свободы. Золотые корнеплоды увидели на прилавках магазинов жители Чувашии в последние дни. Почему отечественная морковка стоит дороже, чем заморские бананы? Екатерина Шиверова приценилась. Почему бананы дешевле, чем морковь? Урожай бананов собирают несколько раз в год. Урожай моркови – сезонный. В такие моменты приходится обращаться за помощью в соседние регионы. А то и страны. Ведь в ближайших Мариэл, Ульяновской области, Татарстане, Нижегородчине ситуация схожая. Нового урожая еще нет, а старый закончился. Вот и получается, что традиционные для российского стола овощи везут из Китая, Израиля и Туниса. Отсюда и цены, наравне с бананами, киви и грейпфрутами. Формирование цены на морковь зависит от поставщиков, от производителей и от логистических расходов. Данная стоимость на морковь несет временный характер и сезонный характер. Если в магазине одна цена, то на рынке можно и сторговаться. Вот только продавцы не особо-то и уступают. Обычно сняли 95 рублей. 5 рублей сверху ставили, чтобы... Что делать? 130 были. Дорого. Ну вот местное пойдет, дешевле будет, конечно. И сколько? Нового урожая. 100 рублей. Всего. С ума сходи. Ну что теперь? Жизнь такая была. Скоро дешевле будет. Откуда такие цены? Ну не знаю. Скоро дешевле будет скоро. Что будет? Скоро дешевле будет. Почему? Вот еще раз погружаю. Нормальный морковь, нормальный. Нормальный морковь, да. Морковь, да. Ну сына, дорого. Ну что теперь? Ладно. Кушать надо? Подождем. Кушать надо. На балконе буду выращивать. Оказалось, что кроме космических цен на земную морковку, продавцы еще и забывают о санитарных нормах и правилах. Вот этот продавец. Морковка у нее на прилавке по 100 рублей за кило. Говорит, везет из Краснодара. Хотя там урожая корнеплодов ждут только к концу августа. Впрочем, документов на товар у нее нет. А значит и понять, откуда морковка, нет возможности. 20 июня 2021 год. Да, да. Ну каждую неделю нам такое приносит. Мы даем на лабораторию свою продукцию. Каждую неделю, говорите, а у вас 20 июня 2021 год. Ну я не нашла, девушка. Не нашла. Ничего страшного, наверное, что ли. В итоге морковка по 100 рублей. Документов нет. Ничего страшного. В окрошку морковь не кладут. А к Новому году, в сезону оливье, она подешевеет, наверное. Екатерина Шиверова, Павел Ракетин, Республика. Газ сегодня, деньги завтра. Компании банкроты и новорожденные воротилы энергетического рынка региона. Вопрос подготовки к зиме остров стал уже в первой декаде июля. Муниципалитеты не могут расплатиться по долгам. Снабжающим организациям не на что закупать новое оборудование и ремонтировать сети. Люди недовольны тарифами и мерзнут в своих квартирах. Круг замкнулся. Разомкнуть его попытались сегодня. Татьяна Молокова с подробностями. Долги за газ, как снежный ком. Отключать неплательщиков нельзя. Это закон. Многие муниципалитеты наращивают долги за потребленный природный газ. Долг на 1 июля 1 миллиард 572 миллиона рублей. Красноармейский район. Было 5 миллионов долларов на 1-10-20-го года. Стало 11 с лишним миллионов рублей. Где деньги, ребята? Это только один из примеров. Долги в республике за потребленные ресурсы есть у всех муниципалитетов. Так, организации ЖКХ Мариинско-Пасадского района должны поставщикам голубого топлива более 20 миллионов. Алатарские и Чебоксарские больше 100. Не выполняется и утвержденный график погашения долгов. Так, сумма невыполнения графика погашения просроченной задолженности за природный газ потребителями Чувашской республики на 1 июля составила 287 миллионов рублей. Сроки исполнения графика нарушены в 25 муниципальных образованиях из 29. Правительство республики выделит субсидии. 113 миллионов рублей разделят между теми муниципалитетами, кто все-таки будет сокращать задолженность и теми, у кого изношенность сетей более 50%. В эту категорию попадает Цивильский район республики. Если по городскому поселению Цивильскому проблем не будет, то по-прежнему висят у нас две котельные. Это село Богатырево и второе Варманкасы. История длинная. Приезжали представители зоотехнадзора и инспекции Чувашской газы представители тоже были. Коллегиально, на основе анализа мы решили, и вы, по-моему, в курсе тоже, что мы решили перейти к планированию строительства новых модульных котельных. Муниципалитет просит 30 миллионов на строительство котельных. К 30 декабря они должны быть введены в строй и снабжать два поселения теплом. Газовики говорят, что готовы обеспечить топливом новые объекты и тут же оговариваются после погашения долгов. Ресурсоснабжающие организации, в свою очередь, нашли необычный выход из долговой ямы. Чтобы не платить, запускают процедуру банкротства. Банкротство не выход, и я знаю, и вот сейчас такая ситуация, я знаю, и по городу Шумерное, и по воде такая же ситуация. То есть, если это у вас какая-то, извините за выражение, схематоз, то он недолго будет работать. Это приведет к расходу бюджета. Если бы у нас была альтернатива реорганизации производства либо другие пути, разумеется, мы пошли по этим. Но это факт, что предприятие банкротство. Готовиться в таких условиях к зиме сложно. Денег ни на модернизацию, ни на поставку тепловых ресурсов, похоже, нет ни у кого. Главное, чтобы заложниками ситуации не остались люди. В Чувашии начнут производить льхозтехнику малой и средней мощности. Партнером выступит итальянский машиностроительный концерн. Инвестиционный контракт с ПИК 2.0 подписали в Екатеринбурге в рамках выставки Инопром. Запуск проекта поможет активизировать инвестиционные процессы в республике. 2 миллиарда рублей. Более 7 тысяч рабочих мест. В течение 11 лет в регионе будет локализовано производство тракторов из отечественных деталей. Контракт в Екатеринбурге подписали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава Чувашии Олег Николаев. Запуск такого производства повысит инвестиционную привлекательность региона, а налоговые и страховые отчисления в бюджеты различных уровней составят более 3,5 миллиардов рублей. На международной выставке в Екатеринбурге Инопром 2021 глава Чувашской республики Олег Николаев прокомментировал участие региона в программе Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры». Чуваша, по данным федерального ведомства, в числе первых вошла в программу. При этом Николаев подчеркнул необходимость принципиального пересмотра системы развития, индустриальных парков и приведения ее в соответствие с условиями программы. Мой образовательный процесс, он дает не заключенные знания, а алгоритм развития компетенции. Грузии тоже очень важны, потому что время очень сильно меняется, скорость изменений очень большой, и вот вовлеченность людей в эти изменения, самая главная заряженность, вот меняться и изменяться в подходах реализации, мне кажется, вот ровно вот эти составляющие мы получим участие. Программа «Лидеры развития инфраструктуры», запущенная Минпромторгом, нацелена прежде всего на те регионы, в которых индустриальные парки недостаточно активно используются, активно развиты и созданы для того, чтобы создать на местах людей, обучить их, создать культуру управления и обращения с этими индустриальными парками, чтобы в регионах было достаточное количество людей, которые могут эти парки создавать, развивать их, управлять ими. И тем самым заложить основы для активного, более активного промышленного роста. Получить ответ в режиме реального времени такая возможность была сегодня у жителей Новочебоксарска. В общественную приемную партию «Единая Россия» поступило несколько десятков обращений. Кто-то решил прийти лично. Наша съемочная группа тоже побывала на приеме. В небольшом кабинете трое. Руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», главный врач Центра ортопедии Николай Николаев, глава Новочебоксарска Алексей Ермолаев и его зам Дмитрий Пулатов. Первый вопрос по телефону. Пенсионерка Бабаева. Инвалид. Вопрос о пандусе. Не въехать в подъезд. Не выехать. У вас вопрос по наклону пандуса, по самому пандусу, я так понимаю. Ну да, вы же видели видео, как он, что вы сказали, не держит. Ну да, вы же разнижаете в разные стороны. И парковочный знак, и инвалидный знак. Сотрудник нашей региональной общественной приемной, он вместе с администрацией города тоже подъедет к вам. И уже на месте мы, думаю, что совместно прием решение. Спрашивали о вакцинации. Теперь уже традиционно. О здравоохранении вообще. О парковках и тарифах ЖКХ. Именно вот такие совместные приемы, когда мы обращаем внимание администрации муниципальных образований, города, района на те проблемы, с которыми приходят наши жители, и позволяют, на мой взгляд, вот эти вопросы решать. После встречи с жителями, по традиции, заведенной президентом страны, будет сформирована папка. И вся информация передана в ведомство для подготовки адекватного и исчерпывающего ответа. Татьяна Молокова, Юлия Адюкова, Георгий Кривошейн, Республика Новочебоксарск. С сегодняшнего дня государственную филармонию возглавляет Максим Матросов. Его назначили на должность директора и представили коллективу. Максим Юрьевич долгое время руководил Республиканской дирекцией культурных программ. Был одним из организаторов Чебоксарского международного кинофестиваля. До назначения Максим Матросов был директором агентства по развитию туризма. Работа в качестве руководителя филармонии для него новая. Но он уже наметил планы на ближайшее будущее. Развитие гастрольной деятельности самой филармонии за пределами Чувашской Республики, в Российской Федерации. Участие в совместных проектах с ведущими коллективами России, регионов. Участие в международных проектах. Также продолжение инновационной деятельности в сфере культуры. Участие в проектах. В реализации творческих планов. Предыдущий директор филармонии сегодня же назначен на пост художественного руководителя. Уходя с поста директора, Казаков прокомментировал нашему телеканалу перспективы окончания реконструкции здания, которая длится уже 13 лет. Реконструкция филармонии практически завершилась она. Я думаю, что в этом году войдет в строй. И хотел бы сосредоточиться на творческой работе. Все наши планы, они... То, что мы до сих пор делали с нашими творческими коллективами, я думаю, они поднимутся на новый уровень в новом концертном зале. Подвиг твой бессмертен, имя твое не забыто. В Маргаушском районе открыли стелу памяти и благодарности тем, кто сражался за родину. Как чувашская традиция Неме помогла в этом поистине общенародном деле и как вписать имена родных и близких в историю. Погибшие за победу и вернувшиеся с победой – две стороны одного символа – скорбь и гордость, фамилии живых и павших. Идея возвести именно такой монумент памяти зародилась давно. Деньги собирали сами, ведь почти в каждой семье есть имена, вписанные навечно в историю и в мемориал. В постройке монумента активно участвовали, конечно, в первую очередь жители села Оточева. Жители села Шупоси, Торинкасы, Иркасы и Синял Оточева. Кроме того, издалека родные, узнав по интернету, узнав, что так собирается, они деньги перечисляли нам. У кого душа не на месте, кто болеет за это доброе дело, все вложили деньги. С миру по нитке – голому рубашка. С миру собирали по нитке – а монумент построен. Памятное место появилось по инициативе Юрия Соловьева, почетного гражданина Маргаушского района, сельского активиста-подполковника. Его отец погиб, защищая родину. Отец Соловьев Григорий Федорович на третий день войны ушел на фронт и погиб. 29 января 1945 года. Ну, как говорится, из поколения детей войны. У меня возникла мысль. Вот здесь параллельно с этим монументом поставить памятник погибшим и вернувшимся с победой. Ну, одной инициативе дело не пойдет. Создали, значит, комиссию, комитет, рабочий комитет. 9 мая этого года первый раз возложили вот эти венки. И вот сегодня мы собрались, чтобы его официально открыть. Для сельчан сегодня настоящий праздник. Желание увековечить память наших земляков, участников боевых действий, наконец, воплотилась в монументальную художественную композицию. Она позволит отдать дань памяти героическим землякам. Екатерина Шиверова, Сергей Исаев, Республика. Секунда на принятие решения и чудо спасения. Чтобы сохранить жизнь двойняшкам, которые родились раньше положенного срока, бригаде неонатологов из президентского перинатального центра пришлось экстренно выехать в отдаленный район. Наш корреспондент Ульяна Пятакова встретилась со счастливой мамой и врачами, которые совершили почти невозможное. О материнском счастье и врачебной доблести. Далее. Четверо сыновей и три дочки. Большая семья Калугинах. Новость о пополнении все равно стала большой радостью. Тем более ждали двойняшек. Мальчика и девочку. Ну, когда мне жена позвонила после УЗИ, сказала, что у нас будут двойняшки, я мимо дома прошел даже. От растерянности. Двойняшки появились на свет в Канарском медцентре. Раньше срока. Работала, тяжело таскала. Мне сказали, что нельзя. Потом, в последней неделе, уже не таскала. И потом все равно они... Ну, большинству сказали, что недавно рождаются, когда двойня. Редкость то, что донашивается их. Состояние малышей требовало искусственной вентиляции легких. На помощь пришла современная медицина. Это наш транспортный инкубатор. Здесь транспортируется ребенок. Здесь можно задать температуру до 37 и выше. Ребенок укладывается на матрасик, фиксируется. И в таком виде ребенок транспортируется во все республики и вне. Именно в таком реанимобиле двойняшек привезли в президентский перинатальный центр в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. После стабилизации состояния они были переведены в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. После чего благополучно выписано домой с рекомендациями для участковой службы, как далее поступать с этими детками. Сейчас у малышей проблем со здоровьем нет. Тихонечко посапывая, двойняшки Агата и Владислав в основном спят, как и положено грудничкам. Их старшие братья и сестры уже научились их отличать. Говорят, Влад спокойнее Агаты. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. Цифровые технологии сохранят память о подвигах. Так решили в сельском клубе в Урнарском районе республики. Там взялись оцифровывать портреты, которые долгие годы хранились в запасниках и просто украшали стены. О чем могут рассказать безмолвные картины и кому удалось разгадать их тайну. 92 пары глаз смотрят вот уже несколько десятков лет на гостей и посетителей небольшого сельского клуба. В каждом взгляде история войны и жизни сразу после нее. Уникальная галерея. Кисти художника, достойного Стахановской премии. В свое время его усердие маслом всех вернувшихся с фронта не понимали односельчане. Художники ходили по домам, писали всех ветеранов, очень спешили, потому что ветераны уже уходили, умирали, можно сказать. Некоторые лежали уже. Но сколько успели, они успели 92 портрета, 92 ветеранов написать. Кроме портретов, в галерее пейзажи, графика, натюрморты в безвремене 90-х коллекцию сохраняли. Из последних и на последние. Что-то не уберегли. Теперь по кусочкам возвращают к жизни гипсовая бабушка рядышком с дедушкой. Вот это вот оттуда. Да, это вот так. Так, давайте, мы положим нас на пол. А может на пол лучше? На пол. Все, сложить вот эту картину на пол. В галерею приезжала министр образования республики Алла Салаева. Это она предложила. Масло в цифру. Историю со стен в глобальную сеть. Навсегда. И для всех. Сегодня мы работаем первый день. Мы отцепровали около 50 картин. Ну и работа еще будет продолжаться. Работ очень много. Ну, наверное, еще дня два или, да, мы здесь будем работать. Помимо обработки уже пост фотографической. Мольбир, тренога и фотоаппарат. Гигабайты бездушной памяти. На флешке. Зато ветераны впервые могут оставить свои выкрашенные в подъездный зеленый цвет стены. Планируем здесь сделать, продолжить ремонт в помещении. Сделать благоустройство прилегающей территории клуба. И приложим максимум усилий для того, чтобы данное место было местом притяжения. Когда работы будут закончены, маленькая галерея обязательно станет центром притяжения и памяти, уже такой живой и душевной, хоть и в цифровом формате. Вадим Муравьев, Анна Центовская, Павел Ракитин. Республика. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова